Машина классная Интересная машина, веселая, не сильно живучая против восьмерок, а точнее вообще не живучая, но против семерок играется действительно весело. Обладает крутым барабаном, со временем перезарядки внутри барабана всего лишь в полторы секунды, три снаряда и каждый из них наносит по 180 единиц урона, что для семерки вполне себе приятный показатель. Да, есть не очень хороший вроде бы угол склонения орудия вниз минус 6, а орудие находится ну очень высоко, но в целом если привыкнуть, то играть можно и причем получать массу удовольствия. Стоит также отметить, что машина в ангар нормально не помечается и силуэт тачки цепляет вот этот экран, но это так уже, из мелочей. В отношении стоимости рулетки, ну действительно дорого, здесь вопросов нет, казалось бы вроде бы всего лишь 11 прокрутов, но стоят эти 11 прокрутов целых 12,5 тысяч голды. Ну а если быть точным, то 12,505. Вот эти вот 12,5 тысяч голды не укладываются у меня лично в голове в отношении того, а на что мы их тратим. То есть если вы заберете машину с последнего прокрута, то что вы еще получаете? Да, вы получаете два легендарных внешних вида, один зеленого цвета, другой желтого цвета. Ну и честно говоря, что зеленый, что желтый, что просто синий, меня лично даже синий абсолютно полностью устраивает. Поэтому в целом гоняться за каким-то из этих каму будут только те ребята, которые действительно интересуются самой тематикой. В принципе, откуда пошла вся вот эта вот идея с двумя машинами в нашей игре. Поэтому здесь как бы я бы лично не гонялся. В отношении двух анимированных аватаров, аватар первый и аватар второй. Не знаю, то же самое история, как мне кажется, что и с вот этим вот. Я имею ввиду с легендарными внешними видами в отношении фонопрофиля. Он красивый, приятный, прикольный, действительно классный. Вопросов нет, но опять-таки всего лишь фон профиля и не более того. В общем, только для любителей самой тематики. Ну а дальше просто иксы, серебро и свободка. Короче говоря, за что ты здесь отдаешь конкретно 12,5 тысяч голды, когда ты обычный танкист. И тебя интересует исключительно сам танк, а не коллекционер и любитель этой тематики. Я лично не понимаю. Стоит также отметить, что поскольку здесь два легендарных внешних вида, плюс танк, то в целом можно сказать, что последние три прокрута заберут на себя как раз вот эти вот награды. Ну и если вам повезет забрать танк до восьмого прокрута включительно, то здесь вам повезло. Потому что вот этих восемь прокрутов стоят всего лишь 4,5 тысячи голды. И в целом 4,5 тысячи золота эта машина действительно стоит. И не только в коллекции, а для того, чтобы пофаниться, повеселиться и периодически на ней поиграть. Девять прокрутов уже будет стоить 7 тысяч голды. Ну а в отношении десятого прокрута 10 тысяч с половиной. Поэтому, ребят, если и крутить рулетку, то я думаю где-то прокрута до восьмого. И если ничего не достали, то плюнуть на это дело. А может даже и раньше остановиться. Я лично собираюсь прокрутить исключительно в пределах 1100. И если я правильно посчитал, то это приблизительно где-то эндек до прокрута пятого. Мне хватит голдишки. Ну и в принципе на этом я успокоюсь. Ну что, ребят, поехали. Давайте покрутим, посмотрим выпадет он или нет. Кстати, обзор на данную машину вы можете посмотреть по ссылочке, которая есть в описании. Как я говорил, тачка действительно прикольная. Просто вопрос цены. И вопрос цены, он стоит вот так, знаете, четенько ребром. Я бы, допустим, за эту машину вполне спокойно на новогоднем аукционе отдал там, не знаю, тысяч шесть, шесть с половиной. Чисто в коллекцию, просто для себя, периодически пофаниться. Да и просто, чтобы она была в коллекции, стояла в ангаре. Главная награда, ребят. Я в шоке, честно говоря. Я в шоке. Это за сколько я ее, получается, забрал сейчас? Вообще за голему 230, 230, ребят, голды я отдал за главную награду. Ну все. В принципе, ребят, на этом рулетка заканчивается. Ну нет смысла вообще дальше прокручивать данную рулетку. Я забрал себе главную награду. Да, это, конечно, приятно, классно, хотя забрал на аккаунте, на котором, стоит отметить, я не играю. То есть, если вы посмотрите на статистику аккаунта, то вы обратите внимание, что я не более чем просто глава клана у себя в клане GSN Cool. Один из кланов моего альянса. И я сделал здесь всего лишь 15 боев для того, чтобы для меня просто открывались рулетки. Великолепное открытие, как мне кажется. Но помните, ребят, не обязательно, что вам точно так же повезет, потому что шансы выпадения машины были совсем мизерные. Ну, прям совсем на уровне плинтуса. И поэтому не факт, что вам машина тоже выпадет за первые прокруты. Поэтому поставьте себе определенный рубеж и не заходите за него. Хотя сама машина, как я говорил, интересная. И обзорчик я положил в виде ссылочки в описании к данному видео. Пошел снимать следующее видео специально для вас, а вам, друзья мои, мира и обязательно спокойствия. Всем пока-пока.